Телерадиоканал Страна ФМ, меня зовут Александра Хайрулина, я очень рада, что у нас в гостях основатель и бессменный руководитель театра студии Непоседа Елена Пинджаян и прекрасные ученики, это Ева Медведь и Артём Аршавин. Ребят, здрасте, Елена, добрый день! Здравствуйте! Мы очень рады, наша программа называется «Лучшая в стране», и поэтому, конечно же, коллектив Непоседа должен обязательно был принять участие в этой программе. Я сначала, Елена, позвольте, да, к ребятам сразу обращусь, у них-то ощущение какого? У вас есть ощущение, что в одном из самых лучших детских коллективов в нашей стране обучаетесь? Конечно, есть, потому что мы во многих, во многие места нас приглашают, и это очень хорошо для Елены Михайловны, всегда очень радостно, когда мы выходим на сцену, и всегда такое чувство прямо, ой, мы вышли на сцену, прекрасно. Елочка, ну ты тоже, да, довольна? Да, мне очень нравится заниматься в Непоседах, и петь, и выступать, всё очень круто. Ну, надо сказать, что в Непоседы приходят, вот уже, как выяснилось во всяком случае, что касается Евы, аж чуть ли не с двух лет. Да, 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 у нас есть группа просто раннего развития, в сами Непоседы можно попасть с четырёх лет, но у нас есть подготовительная группа раннего развития, как мы их называем, наши памперсы. Ребятки приходят с родителями, да, и им педагоги дают в игровой форме азы ритмики, азы музыки, и потом эти детишки плавно перетекают, мы даже не проходим с ними кастинга, потому что мы уже видим, что из них может получиться, и они проходят в Непоседы. И вот Евочка как раз у нас была в группе раннего развития, и потом попала в Непоседы, а потом на Голосы стала финалисткой. Ты моя умница, да, надо сказать, что достаточно много ребят ваших приняло участие в Голосе, дети, и вполне, конечно, заслуженные, справедливые, это понятно. Ев, ну ты уже себя ощущаешь, я так понимаю, звездой? Ну, я, ну, так. Ну, и небольшой ещё, ярко-ярко, на всякую звездочка, да? Да, я ещё учусь, да. Сколько на сегодняшний день у вас учеников? Около трёхсот, это правильная информация? Вы знаете, двести пятьдесят, двести сорок, вот это количество, оно держится у нас. Ну, и надо сказать, что ребята в Непоседах, они же не только приходят и поют, я просто, давайте мы расскажем всем, мало ли, вдруг есть такие, которые не знают. Это же полноценное такое творческое образование, то есть куда входит и сценическая речь, и хореография, да, и сальфеджио, и что ещё? Да, 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 дело всё в том, что наш девиз не делать из детей звёзд, а дать им фундаментальное образование, поэтому, конечно же, у нас есть сальфеджио, музыка, актёрское мастерство, сценическая речь, классический танец, эстрадный, конечно, танец. Что я забыла? Современный танец. Современный. Да, ну, современный танец, да, да. То есть вокал индивидуальный и хор. Хоровой. Поэтому, конечно, когда детишки занимаются с двух лет музыкой, и так серьёзно, и умеют читать ноты, и петь с листа, то результаты тогда хорошие. Результаты тогда получаются Сергей Лазарев, получается Ева Медвей. И надо сказать, что да, и большое количество, конечно, очень таких уже известных ребят, это Серёжа Лазарев, это, конечно, Влад Допалов, это Юлия Волкова, Лена Катина, это Настя Задорожная, ещё многие-многие, кстати, весь список звёздных таких выпускников в Театр-студии Непоседа есть на официальном сайте, заходите, кому интересно. Но правильно я понимаю, что, Артём, Ева, вы, получается, сразу же после школы, вот закончились вообще образовательные уроки, вы отправляетесь в Театр-студию, и там до заката, и каждый день это всё. Зависит, иногда есть репетиция, а когда нет репетиции, только во вторник, четверг и пятницу, зависит, как занять. Да, от занятий и от репетиции. Вот Елена Михайловна сказала, что у нас нет задачи сделать звёзд, у нас есть задача дать хорошее музыкальное образование. Ну а если так по секрету признаться, Артём, Ева, у вас-то желание стать звёздами, или просто поучиться, получить образование? Ну всегда хорошо поучиться и получить хорошее образование, потому что образование тебе даст, ну как будущее, оно тебе даст, ты можешь попробовать стать, например, может быть, ведущим, может быть, это, певцом, может быть, актёром. Это уже, как бы, решаешь в будущем. Но ты уже решил для себя? А, ну так нет, но я хочу в такой сфере, как, может быть, актёр, может быть, ведущий, я точно ещё не люблю. Ну среди ваших выпускников есть такие, да, известно, я очень, а ты для себя решила. Я особо такой прям звездой не хочу стать, просто хочу такой артисткой быть. Нет уж, Евочка, если артисткой, то звездой. Да, мне кажется, Елена, конечно, надо правильно понять, что надо. Тем более, что вот давайте уже сразу тогда про прошедшее мероприятие буквально накануне. Ева выступала на концерте Ольги Кормухиной, на сольном концерте, да, Елен? На рок-концерте, я думаю, что Ева расскажет. Ева, расскажи, пожалуйста. Там было очень круто. Это энергетика, вот это все, это просто... Подожди, там оркестр был, как всегда, живой оркестр. Живой оркестр. Что ты пела? Я пела такую песню. Ольга Кормухина специально написала песню для этого концерта, и она предложила Еве и Саше Филину ее исполнить. Да, но так особо они ее так не пели. Ну, надо сказать, что спеть с Ольгой мечтают очень многие, даже взрослые уже состоявшиеся артисты, звезды, а тут такая удача большая. Артем, ты бы с кем хотела исполнить песню? Ну, у меня нет такого большого желания. Я просто тоже выступала на сцене со многими звездами. Мне очень понравилось с некоторыми выступать, и это очень мне хорошо так прям дает... А с кем именно тебе больше всего понравилось? Мне очень понравилось поступать с, например, Йосевым Кобзоном. Такая честь иметь с таким артистом, великим артистом, народным артистом СССР. Просто очень большой такой... Дает тебе такие большие возможности спеть с Кобзоном, который такой великий артист. Ты к нему подходил? Ну, вот так вот, не во время выступления, а между там, за кулисами? Ой, не помню. Это было там два года назад, но мы там все общались с ним, мы же фотографировались всегда. Мы там выходим за кулисы и фотографируем все, вопрос волос с ним. Но Иосиф Давыдович похвалил вас? Что он сказал? Конечно. Конечно! И Иосиф Давыдович очень любит непосед, и его внучка занималась в непоседах, Аниточка. И мы не один раз выступали с ним, у нас несколько песен совместных. Ну, непосед, надо сказать, любит не только Иосиф Давыдович в нашей стране, а многие-многие миллионы. И если я правильно все помню и понимаю, что во многом благодаря и программе «Утренняя звезда», которая шла на Первом канале... Ну, это отдельная история, потому что Юрий Александрович Николаев, наш крестный папа, я считаю, что благодаря ему непоседы смогли сделать первый взлет. Благодаря программе «Утренняя звезда» мы стали известны. Юлю Малиновскую Юрий Александрович взял с своей партнерши, с соведущей. Она шесть лет вела эту программу, а сейчас уже мама двух прекрасных мальчишек. Тоже хорошо, конечно. Да, ему же по пять лет, близнецы замечательные. И Юрий Александрович, он навсегда, просто он всегда с нами, и я не устаю говорить ему слова благодарности, потому что он очень многое сделал для нас. Ну, я считаю, что достойно крестным папа. Папой его можно называть. Ну, это вообще интересная история. Вы частенько рассказываете, Елена, в интервью, что ангел-хранители ведёт какой-то коллектив непоседы, да, свыше всё время, периодически посылаются какие-то очень добрые, такие хорошие люди, которые помогают, которые благословляют на что-то. Однако много лет у коллектива не было здания. Вот на сегодняшний день непоседы же, они уже обрели свой дом? Да, у нас есть рейтинга «Дом 1». Правда, я считаю, что там очень тесно. Так, нужен новый дом. Ну, мы за это благодарны. Да, мы за это благодарны. Конечно, хочется иметь свой зал, свою сцену, хочется давать еженедельные концерты полноценные. Ну, вот этой возможности мы пока не имеем, но у нас есть всё равно, у нас есть место, где можно заниматься, репетировать, и там очень уютно, да? Да, да. Это уже как на второй дом. Да, вы знаете, что... Там уже прям чувствуется, как будто дом. Там есть душа непосед. Вот понимаете, мало того, что душа непосед чувствуется вот прямо с порога, но, например, родители, они расписали стену. У нас есть родители-дизайнеры, и у нас стены очень красиво расписаны. У нас оформлены фотографии, то есть вложена душа и педагогов, и родителей, и детей. И поэтому туда заходишь и сразу отдыхаешь. И настолько вот этой энергетикой люди заряжаются. Те, кто первый раз приходит, они говорят, не хочется уходить, хочется ещё и ещё приходить туда. Давайте мы сейчас посмотрим и послушаем тоже члены вашей семьи Сергея Лазарева. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране» продолжается. Друзья, мы сегодня общаемся с театром студии «Непоседы», а точнее, конечно, с руководителем, основателем театра-студии Елена Пиджоян у нас в гостях. Ну и, конечно, блестательные ученики Артём Аршавин, Евочка Медведь. Мы продолжаем говорить о житии и бытии в коллективе. Вот ребята нам многое по секрету раскрывают. Что выясняется? Выясняется, что, в принципе, есть такая возможность в течение года прийти показаться на индивидуальные какие-то прослушивания, но вообще лучше это делать, насколько я понимаю, на такие вот официальные, да, когда уже заявляют. Очередной как раз будет в декабре. Очередной кастинг будет в декабре, да, но, в принципе, любой человек может записаться на нашем сайте непоседы.ру на кастинг. Там просто надо сделать клик и записаться. Позвонят, пригласят. Если есть желание на индивидуальный кастинг, пожалуйста. Если групповом ребёнок хочет принять участие в кастинге, то это уже вот в декабре. А чем отличается индивидуальное и групповое? Тем, что индивидуальный кастинг проходит один человек. Только для него один день удобный. Один человек, да, под которого можно подобрать день. А групповой кастинг, вот конкретные у нас будут два дня. Какие числа? Они будут вывешены, я ещё пока не могу сказать, да. Они будут конкретно вывешены, обязательно позвонят. У нас есть человек, который этим занимается, он обзванивает претендентов. Приглашают на кастинг, и педагоги смотрят, заходят ребятки группой по 10-15 человек. Каждого просят спеть, проверяют чувство ритма, смотрят, как дети танцуют, просят иногда стихотворения рассказать. То есть готовить нужно лучше, да? Ну, лучше, вы знаете как, лучше чётко совершенно подготовить куплет-припев песни. Музыка разная, поэтому специальный танец готовить смысла нет. Чувство ритма тоже в импровизационной форме у нас проходит, такое прослушивание. Вот песню нужно подготовить. Сколько лет уже должно исполниться начинающему артисту или желающему стать таковым? Четыре годика. Четыре годика, да. Четыре года, с четырёх лет мы принимаем конкретно в непоседы. Я даже знаю, что вы позволяете какое-то время с родителями походить, ну, совсем таким капризненьким, там, таким ещё домашненьким. Вот этим четырёхлетним, да, четырёхлетним, да, четырёх, ну, пятилетним. Но на самом деле мы не можем же ребёнка выпустить на сцену с родителем. Поэтому это один из обучающих факторов. Ребёнок должен уметь уже присутствовать на занятиях и на сцене сам один, без взрослых. Поэтому если ребёнок не может, значит, ему ещё рано. Вот и всё. Артём, ты помнишь, какую песню пел на прослушивании? Ой, я хотела... Катюша, да. Татьяна, какая? Распускались яблони и груши? Ух ты, какой молодец. И на английском языке ты пел песню тоже какую-то? Да, ой, я вот сейчас не могу-то чётко вспомнить. Но да, я пела вот как раз Катюшу, это я прям чётко-чётко помню. И какой-то ещё, вот английский, но точно не помню. Ты волновался? Ну да, немножко. И я ещё перед этим занимался тоже в другой студии. И меня перевели, я думаю, зачем я сюда пришёл вообще? А потом, когда я начал ходить, мне так понравилось, и я вдохновился очень сильно. И мне тут прям очень нравится. Лен, занятия приходят по группам как-то, да, я так понимаю? То есть по возрасту ребята занимаются? Да, у нас группы возрастные, но если... То есть Артём и Ева в разных группах находятся на сегодняшний день? Да, в разных. Но бывает у нас так, что если ребёнок опережает по тому, как он берёт материал, и по своим каким-то там творческим уже данным, если он опережает своих сверстников, мы его можем перевести к более старшим деткам. Ребята, у вас участники фестивалей международных, многих вот уже мы знаем, что и участники, и финалисты проекта «Голос, дети». Артём, ты не принимала участие, да, пока ещё? Нет, мы готовимся к этому году, вот как раз... Да что ты, и мы будем за тебя теперь болеть и голосовать. Обязательно. Ну, а я хотела как раз узнать у вас вот, Ева была финалистка. Как вся команда, как все участники театра-студии поддерживают, переживают? Ева, ты чувствуешь эту мощную поддержку? Я чувствую эту поддержку. Даже вот я не вижу их, но я чувствую. Приходит за кулисы голоса, приходит очень много непосед, все волнуются, переживают. 250 человек? Ну, не все, не 250 человек. Ну, у нас, я могу сказать, что у нас дети непоседы, мамы непоседы, бабушки непоседы, дедушки непоседы, все болеют, это болезнь, это заразная болезнь. Да, я слышала, что это болезнь такая, очень хорошая, правда, такая болезнь, очень заразная, пусть она, да, такой и остаётся. Так, что я хотела у вас ещё спросить, Лен. Очень много интересных таких вот историй уже на международном уровне, в том числе и участия в таких проектах. Вот, например, был American Idol, по-моему, да, какая-то история была с вашим участником? Да, Андрюша Цветков, Андрюша Назарбекяна, участник группы «Непоседы». Он сначала принимал участие, когда вырос во взрослом голосе, он был самым юным участником взрослого голоса, а потом он попробовал свои силы в American Idol, и его взяли, Дженнифер Лопес его заметила. Да, везде, весь в интернете Дженнифер Лопес сказала «да». Да, да. Вот, и Андрюша сейчас там продолжает свою карьеру. В Штатах он находится. Да, 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 ну, я надеюсь, что у него получится, очень надеюсь. Артём, а ты артистом, если станешь российским или поедешь куда-нибудь? Нет, лучше российским, мне кажется. Просто я более знакома с культурой, но я тоже, я жил за границей, знаю, что это такое, но мне кажется, всё-таки будет лучше, если это будет в родной стране. Ну, прекрасные слова, мне кажется. Конечно, конечно, дом никто не заменит. Россию. Скажи, пожалуйста, вот когда вы получаете новые песни, они вам всегда нравятся? Или есть такие «ой, какой кошмар, я это не буду петь?» Мне пока не было такого никогда. Всё нравится? Мне все нравятся, да. Все песни нравятся. Есть у тебя самое любимое в твоём репертуаре? В вашем? Ну, в непоседовском? Да, ну, наверное, давай так, и непоседовский, и твой, вот, может быть, есть. Вот, непоседы очень любят песню «Взрослые дети», мы её всё время понимаем. О, всё, это просто, это хит, агит, и всё просто, да, всем нравится. Непоседы прям, всё, включили «Взрослые дети», все вышли на сцену и начали потанцовывать. А твоя, собственно, песня какая? Моя, да, вот Ольги Кормухиной «Нас учили быть птицами». «Нас учили быть птицами», у нас, между прочим, эта песня в эфире, и вот мы пока её в Ольгином исполнении слушаем, но я надеюсь, что как-нибудь и ты нам подаришь своё исполнение. Я могу добавить, что Ева пела эту песню на голосе как раз, и Ольга услышала, причём услышала, её туда не пригласили в этот день, её не было на самом эфире, на самых съёмках, но она это услышала позже. Как раз пригласила на свой концерт. Да, ей очень понравилось, и она не один раз Еву пыталась пригласить, и потом она приходила на концерт к нам на «Взрослые дети», и хотела очень спеть в дуэте с Евой эту песню, но как бы там по другим параметрам каналу понадобилась другая песня. Да всё ещё сложится, и не раз. Друзья, мы продолжим общаться с нашими гостями, более того, у нас будет музыкальный сюрприз, так что оставайтесь, пожалуйста, с нами. Лучшее в стране. И как раз вот спрашивала у Артёма до выхода на эфир, волнуется ли он сейчас перед выходами своими на выступление, на сцену. Артём мне ответил, что когда как, уже нет. Ну да, иногда когда, например, выход, например, на Кремль, ну на сцену. А, всё зависит ещё от площадки. Да, может быть, это потому что, ну, есть разница выступать перед президентом или выступать перед зрителями, но скажу точно, зритель твой друг. И неважно, то президент, то обычный зритель, ты должен давать ему те же самые эмоции, чтобы ему тоже так же нравилось. Нельзя же говорить президенту «Здравствуйте!», а нормальным зрителям «Здравствуйте!», ну что ж такое? Всегда надо быть радостным и эмоциональным. Вот этому же вас учат как раз в коллективе, да? Да. А скажи, пожалуйста, а кто? А как волнительно выступать в больницах. Мы часто ездим в больницы. С благотворительными такими историями. Да, мы ездим в больницы, в детские дома и привозят людей и на инвалидных колясках в зал, и с капельницами. И я считаю, вот это очень волнительное выступление. И это такое ценное отношение, которому вы учите их ребят своих, учащихся, что неважно действительно, кто в зале находится. У нас учат, которые сердечные дети. Неважно, кто это правильно, президент, как сказал Артём, или это. А обычные простые люди, они пришли, они смотрят, они слушают, их сердечки зажигаются, благодаря вам, конечно, в том числе. Что касается ваших сверстников, Ева, они, скажи, они тебе, ну, завидуют как-то, как тебе кажется? Ну, так смотрят по-особому, что вот, ну, Ева же не по седах, конечно. Ну, обычно, вообще. Все привыкли уже просто к тому, что ты у него такая звёздочка вокруг видна? Ну, да, я просто так часто выступаю. В общем, уже никогда. Ну, в школе, наверное, ты тоже постоянно выступаешь своей? Да, да. С песнями, с сольными, всё как положено. Артём, ты тоже? Да, у меня в школе учителя, и они такие, ой, Артём, ты же тоже у нас поёшь, давай-ка что-нибудь там с поином. Ну, там у нас, или я могу что-то там, например, вести какой-нибудь концерт, например, на школе скоро будет это «Русский вечер». У нас английская школа, но русские учителя решили сделать «Русский вечер», и они просят, чтобы я тоже. Вёл там концерт. Потрясающе, уже и ведущая тоже. А, Лен, у вас, значит, в декабре очередной набор, кастинг, как мы уже поняли, это правильно исходит, называется. В 4 годика приходят к вам ребята, и в 14 лет их же ожидает уже выпуск, да, 14, но 15, наверное. Да, по-разному, все по-разному понимают, что надо уже уходить. А, это происходит как-то… Кто-то считает, что не надо уходить, у всех это индивидуально уже. Ну, просто кто-то в 12 лет, в 13 понимает, что нужно сосредоточиться на математике, да, и уже тогда идёт… Да, понимать, что профессия будет другая. Да, а некоторые ребята, да, и до 14, и до 15 лет в непоседах. Но потом-то всё равно наступает момент, когда нужно прощаться. Конечно. И вот эта история трогательна очень в интернете, в ваших интервью, там, как Серёжа Лазарев, например, не хотел очень расставаться с непоседами, да, прям такая трагедия, драма была для него, да, но, слава богу, потом, конечно, всё в порядке сложилось. Нет, ну, там смеш возник, и поэтому, да, поэтому… Отвлёкся парень. Нет, ну, очень плавный и правильный переход. А тогда мама говорила, что он просматривал видео непосед, расстраивался, рядал, говорил, зачем я вырос. Ну, это не только он, это очень многие, это очень многие ребята. Вчера мы праздновали 15-летие ещё одной нашей выпускницы Лоры Григорьевой, и было очень много её друзей, тоже её сверстников, тем которым 16 лет, и я смотрю, сидят, и они сами расстроены. Когда пошла хроника, и когда стали показывать на экране, пошли их фотографии детские, и родители всплакнули, ну, и я немножечко всплакнула. Время летит, конечно, конечно, это всё вспоминать всегда трогательно и здорово, но вчера Лора, и я не устаю слушать от всех выпускников, благодарность вот за такое детство, насыщенное, интересное, яркое. А выпускные, как они, как правило, происходят? У нас нет как таковых выпускных. Нет какого-то? А ну, отчётный концерт, может быть, тоже? Отчётные концерты у нас два раза в год. У нас в декабре, ну, вернее, как, у нас в декабре у нас концерт новогодний, но в нём принимают участие все группы обязательно, все дети, которые участвуют в непоседах. А думаю, долгий концерт очень получается, да? Ну, стараемся выбирать лучше, но где-то часа по два с половиной-три, да, он идёт. И в мае месяце, да, у нас тоже обычно большой отчётный концерт. Девчонки, мизеры, это зависит, да, нас не догонят, у нас будут взрослые дети по-разному. Ну, очередное, получается, не за горами уже, вот-вот будет тоже? Да, да, 22 декабря у нас в планете КВН будет наш новогодний концерт. Если желающие могут уже, значит, как-то позаботиться. Ну, в принципе, конечно, конечно. Друзья, это лучше не пропускать. Мы прервёмся, да, совсем ненадолго, а это будет музыкальная пауза, это будет Настя Задорожная. А у нас тут небольшая техническая неполадка была некоторое время назад, и поэтому мы решили, пока, значит, разбираться в наших технике, в чём проблема, попросить Еву исполнить нам акапелла. Ев, если можно, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! Браво! Молодец! Слушай, ну вот это круто! Да, Артем, скажи, это же круто. Да, конечно, вот просто это такая песня выигрышная, мне кажется, всегда подойдёт. Слушай, выигрышную песню надо же ещё умело спеть, подать. Ещё, например, если кто-то из нас неподготовленных начнёт эту выигрышную песню песню, то это будет, как раз, проигрышная самая песня. Если знать, как петь и знать, как её презентовать, то всё получится. Ещё на каких языках песни есть репертуаре группы Непоседы? Девочка. На всех? Ну, не на всех, конечно, конечно, не на всех, но на английском, на французском, на немецком, на испанском, на итальянском, русский, украинский даже есть песни, на белорусском пели. Да, мы пели, да, «Желаю тебе», и там было очень много разных языков, армянский тоже был. Да, да, да. Да, да, ещё мы щедрик пели. На грузинском, щедрик на украинском. А, да, на украинском. Ева, Артём, а вы как пересматриваете иногда выступления вот такие старые, там, 20-летней давности? Конечно, вас не было ещё тогда с Непоседов. Обожаю смотреть. Правда? А иногда просто просят даже посмотреть, что, например, когда мы делаем какой-то номер, а делали этот номер давно, то просят иногда посмотреть, как они делают. Мы иногда восстанавливаем старые номера, потому что раньше, во времена Лазарева, вот был вот такой номер, его хорошо бы восстановить, и тогда мы откапываем в интернете этот номер и восстанавливаем. С ребятами. Многие уже восстановили. Да, очень многие. Ну, и таким образом вдыхаете им новую жизнь этим номерам, это же отдельная такая прекрасная вещь. Дух Лепоседовский уже 26 лет всё-таки сохраняется и с нами идёт, ещё и благодаря тому, что выпускники наши приходят к нам работать даже. Предположим, у нас есть Даша Пескова, которая была как раз во времена тех наших старых выпускников, и она у нас администратор уже много лет. Также у нас работают, например... Преподаватели, я видела тоже у вас там... У нас преподаватели очень многие по 20 лет работают, по 18 лет работают. У нас работают мамы выпускников, скажем так. Вот, например, Наталья Борисовна, наш зауч, у неё сын Денис ходил в Непоседы. У Анжелы, у неё первая дочка Василиса Савоськина, которая сейчас в группе... Как группа называется? Тоже не знаю. Ой, они у Ивана Урганта были недавно. Это вот так бывает, иногда вылетает из головы. Детская группа какая-то? Нет, 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 она уже взрослая, она выпускница Непоседа, Маниша, да, она у Маниши, да, работает в группе Маниши. Вот, и младшая её дочка вот только тоже из Непоседа вышла, закончила Непоседа. Она тоже у нас зауч. Ну, то есть очень многие из тех, кто связался с Непоседами ещё свою жизнь с детьми, вот продолжают дальше даже и без детей, скажем так, или дети возвращаются. Мы возвращаемся к тому, что это болезнь, очень хорошая Непоседа. Елена, я предлагаю нам сейчас с ребятами вместе посмотреть и послушать клип «Когда придёт Новый год». Программа «Лучшее в стране», друзья, у нас сегодня в гостях блистательные, замечательные, талантливые ребята. Это Ева Медведь, Артём Аршавин, ну и, конечно, основатель и бессменный художественный руководитель театра-студии Непоседа Елена Пинжаян. В декабре, значит, кастинг, так что, уважаемые родители, дорогие взрослые, тёти, дяди, крёстные, бабушки, дедушки, смотрите на своих деток, если им 4-5, может быть, постарше, но очень талантливые, да, наверное, тоже. Регистрируйтесь на сайте, заявочку оставляйте, вам обязательно перезвонят. В декабре также театр-студия Непоседа обещает нам потрясающе красивый концерт, новогодний концерт. Все подробности тоже, я думаю, будут на сайте. По традиции в планете КВН, в зале планеты КВН. Так что штурмуйте кассы, ожидайте, в общем, этого красивого события. Я хочу ещё немножко, конечно, пользуясь случаем, поговорить и с Еленой, и с ребятами. Елена, у вас же сын 10 лет, сколько ему сейчас? 10 лет. 10 лет, да. Ну, однако, мы знаем, что он, у вас шахматами очень серьёзно, он влечён. И к творчеству как-то не особо. Это мама сказала, но уж нет. Нет, 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 нет. Он, я ему даю полную свободу выбора, поэтому, когда он хочет, он играет шахматы, когда он хочет, он поёт, когда он хочет, он танцует, он любит играть в футбол, он любит плавать, он любит теннис. То есть он пробивает сейчас себя просто в разных областях, а что там дальше будет, я не знаю. Посмотрим. Ну, вы очень мудрая мама, понятно, поскольку уже психолог такой, многолетний абсолютно, общение с детишками такое. Ева, Артём, я ещё хочу вот что у вас спросить. Всё-таки ваше желание заниматься в непоседах, оно вот искренне ваше такое сильное? Или иногда родители говорят «надо», а вы говорите «не хочу», а родители говорят «надо». Ну, нет, конечно же, заниматься надо искренне, а то ты ничего не получишь, ты приходишь и занимаешься, как можно сказать, ничем, потому что если ты этого не хочешь, то ты ничего не получишь, никаких незнаний, никаких навыков, не получишь этого, если ты искренне этого не хочешь. То есть ни мама, ни папа здесь твоё искреннее желание, что ты решил стать артистом, не футболистом, не телеведущим? Да, это моё желание, конечно, надо давать детям свободу, чтобы они тоже себя пробовали, и они могут сами найти, где для них будет лучше, чем для родителей. Как тебе кажется, ты бы спустя годы не смог бы оказаться в непоседах уже как руководитель? Мне кажется, у тебя прекрасно получилось. Да, руководитель из Артёма будет шикарно. Потрясающе, правда. Правда, причём по любым предметам. Исценическое. Евочка, ну а ты? Я искренне, потому что вот я, когда туда прибегаю, я вот не хочу оттуда уходить. Когда все репетиции закончатся, не хочу, вот просто не хочу. Такое счастье видеть этих детей. Лена, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо за доброе слово. Вы что-то хотели сказать, и вы говорите. Ну, я хотела сказать, что просто маленьких детишек, конечно, родители приводят. Двух, трёх, четырёх, пятилетних даже. А дальше, я просто знаю, в большинстве случаев дети увидели где-то по телевизору, дети где-то услышали, на концерте увидели. Интернет так же самое, да. И они сами просят, очень многие просят, отведи меня, отведи меня, позвони. Некоторые постаршие ребята сами даже заходят на сайт, сами заявочку отправляют, и такие случаи есть. Елена, спасибо большое вам. Хочется пожелать за ваш многолетний этот труд, и за ту, конечно, радость нескончаемую, которую вы дарите, и детям, и своим ученикам, и их родителям, и всем зрителям, которые всегда с открытым ртом смотрят на выступления, и слушают ваших талантливых ребят процветания. А студии как можно больше мы вам желаем, да, дома этого. Ева, тебе, дорогая, успехов. Пусть всё исполнится. Ну и, конечно, верте вам, ребята, всем большой привет всей команде театра студии «Непоседы» долгих-долгих лет процветания. Спасибо. И вам спасибо за приглашение, спасибо за такой прекрасный день. Влад Апалов тоже выпускник «Непоседы», друзья, смотрите, слушайте.